Вот эта самая площадь Тахрира, вообще я уже не знаю, насколько египтяне понимают то, что весь мир уже понял, что они со своей свободой сильно накололись, потому что то, что их ожидает, это власть армии совместно с мусульманскими братьями, никакой свободы у них не будет. Да и с Россией тоже, я говорил недавно с одним российским националистом, он говорит, да, все осталось как было, вместо Брежнева, Путина и Медведев, а Россия как она была, такая она и есть. Это, оказывается, не так просто со свободой получается. И поэтому удивляешься, а как у нас у евреев это получилось? Ну, правда, нам, когда же бы Руху помог, если бы мы в Египте свободу получили, то, наверное, бы сразу бы нас и закабалили каким-то другим образом. А вот он догадался нас из Египта и увезти, и по дороге нам душу вынуть, и новую дать, и вторую дать, и еще в другую страну привезти. А уж так получается, что и это новое, и это новое, поэтому никак по-старому получиться уже не может, поэтому все-таки у нас действительно была свобода. И вот, собственно, я об этом и хотел сказать, что если другие народы по-прежнему еще мечутся по пустыне, Сахари и в других пустынях, и ищут себе свободу, иногда ничего не находят даже, а наоборот, то вот надо понять, дорогие товарищи евреи, что мы уже давно нашли эту свободу, и нам нечего искать. Поэтому единственное, что надо сделать, жить по законам этой свободы. Поэтому настоящий праздник не всегда и революция, я сам революционер, но не всегда революционер должен что-то ломать и создавать новое. А жить со старым, это тоже очень большая революция, чего я всем желаю. Продолжение следует...